Всем здравствуйте, с вами Аркадий и наш гость Готэм Калури, мы в Канаде. Сегодня мы говорим о новой визовой программе для граждан Украины, которая помогает, поможет людям, которые оказались в ситуации emergency, в ситуации, когда им нужно покинуть страну, поможет просто приехать, достаточно просто приехать в Канаду. Готэм Калури является зарегистрированным иммиграционным консультантом в Канаде, и я попросил его, ну, в общем-то, или он попросил меня предоставить площадку, чтобы с вами тоже пообщаться и обсудить эту визовую программу, ответить на все ваши вопросы. Для тех, кто у нас находится в прямом эфире, для тех, кто в вебинаре, у вас есть чат, давайте сделаем таким образом. Готэм сначала расскажет об этой программе, а потом вы уже зададите вопросы в чате, а те, кто смотрит записи, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях, если вдруг что-то не разберем, но будем дальше уже собирать информацию и просить Готэма ответить. Итак, Готэм, еще раз приветствую, тебе слово. Да, здравствуйте всем. Слава Украине. Я 20 лет жил в Украине. Я в 93-м году приехал в Украине учиться. У меня жена с Украины. Трое детей у меня, в корне украинский. Я 10 лет уже в Канаде. Работал в международном отделе государственных вузов и также являюсь директором компании CIP Study Abroad и являюсь регистрированием Canadian Immigration Consultant. И у нас офисы не только в Канаде, в Украине, в Индии, в Бразилии, в Филиппине. Как раз мы очень много помогаем. Не только в иммиграции, но и по студенческим программам тоже. Мы сейчас помогаем украинским гражданам Украины. Бесплатно, полностью бесплатное оформление. Если вы, пожалуйста, в связи с ситуацией войны в Украине, недавно уехались в Украину, Польшу или других странах, находитесь, пожалуйста, мы вам бесплатно будем помогать. Процесс оформления в этой новой категории визы, которая называется Canada Ukraine Emergency Travel Authorization. Хорошо? Коротко, пожалуйста, по программе. 3 марта правительство в Канаду открыли эту программу и программа, чтобы, пожалуйста, чтобы не путили, это не программа беженства, это не притулок. Это программа. Канада что сейчас дает? Сейчас война идет в Украине, и чтобы помочь гражданам Украины, правительство Канады дает открытая рабочая виза до 3 лет. У вас есть официальные возможности находиться в Канаде до 3 лет, в вашу семью. И дальше, если вы все-таки хотите остаться в Канаду, вы можете подавать на программы, да, дальше, если все-таки вам интересно остаться, вы подаете дальше по программе, там, федеральной программе миграции, прав, провинциальной программе миграции. Так что программа, достаточно, скажем, что дает эта программа. Это вам дает 3 года находиться в легальных Канадах. Некоторые провинции уже подтвердили, что люди, которые приезжают по этой программе, они будут получать медицинскую строковку. Британский, Колумбия уже подтвердили, других странах, других провинциях еще мы ждем информации, но пока, к сожалению, нет еще подтверждения. Дальше, некоторые вузы, да, есть студенты, например, дети, которые 16, 17, 18 лет, да, вот, для детей школьного возраста в Канаде бесплатное образование. Так что если у вас дети до школьного возраста, до 12 класса, они могут поступать в государственные школы в Канаду, и они бесплатно могут учиться. Дальше, для тех, кто хочет поступать на высшее образование тут, вы можете, да, вот, как раз University of Alberta и Saskatchewan Politech, University of Alberta подтвердили, что для граждан Украины, которые приезжают в Канаду в связи с этой войне по этой специальной визе, бесплатное образование. Следующий тоже, политех, Saskatchewan Politech, у него институт, тоже подтвердили, что они будут брать стоимость обучения как канадцев. Если, да, для тех, кто не знает вообще, иностранные студенты оплачивают три раза, до трех раз больше стоимость обучения, и в связи с этой событием очень много вузов сейчас рассматривает понижение стоимости обучения для граждан в Украине, или бесплатно, или канадской. Так что у вас будет возможность по этой визе еще работать, и если хотите, можете учиться тоже. Но что вы не получаете по этой визовой категории? Вы не получаете бесплатный перелет, к сожалению, вам придется самому платить за авиаперелет. Дальше, что еще? Вы не получаете бесплатное жилье или какие-то финансовые помощи, к сожалению, нет. Поэтому эта программа рассчитана для тех людей, у кого есть финансовые возможности, друзья, или, скажем, знакомые, или хорошие английские. Сейчас мы очень активно работаем с украинскими волонтерами. Я нахожусь в городе Лу. Это буквально 50 минут от аэропорт Торонто. И мы стараемся всем помочь. Кто может жилье предоставить, кто может взять с аэропорта, может взять, или там одежда, или покупки, питание. Вот все это сейчас вопрос решается, волонтеры, которые будут. Поэтому готова. Украина очень сильная украинская диаспора готова. И мы готовы вас пригласить и поддержать, пока вы найдете. Но опять, самое главное, конечно, чтобы вы понимали, что вы не получаете. Обязательно нужно рассчитывать на свою силу, на финансовое ваше состояние. А потом вопрос тоже еще по уровню английского. Канада, англоговорящая страна. Там Кюбек, французский еще тоже. Поэтому язык, если все-таки вы хотите сюда приехать, запомните, пожалуйста. Если с работы тут найти проблем, не проблем. Если вы с руками не боитесь работать, и у вас есть возможности, да, непосредственно английский у вас хороший, хорошие, то работу найдете. Особенно айтишников я нахожусь в городе Waterloo. Это Торонто Kitchener Waterloo. Это Силиконовая долина, Канада. Вот я позже вам покажу веб-сайт, который называется TheCorridor.ca. И тут находится главная компания Google, находится тут очень много IT-компаний, OpenText. Когда-то была компания BlackBerry, был тут обоснован. Так что с работой проблем нет, но опять время, да. Самый сложный момент для вас, это первый, это подача документов, если вы никогда не занимались, если у вас английским сложность есть. Но опять у меня есть сотрудники в Украине, в Канаде, мы вам поможем это бесплатно. Если вы за войну пострадали, да. Дальше, следующее, самое сложное, это поиск жилья. Первое, временное жилье, это сложно. И потом уже после, да, вот еще найти постоянное жилье. Все-таки, ну, тут зарплата высокая, и, соответственно, расходы тоже больше. Стоимость аренды большая, да. Опять, куда вы прилетите, тоже очень важно. Мы как раз общались, я потом сделаю еще прямой эфир. У меня один бывший студент, который находится в провинции Новой Шотландии. Там, чтобы вы понимали тоже преимущества, да, куда, провинции, куда ехать. Например, Торонто очень, да, город миллионников, работы проблем нет, но уровень жизни дорогой. Жилье потом покупать в Торонто невозможно. Я даже сам, например, да, не могу себе позволить, там, купить дом стоит по 3 миллион долларов, и квартира даже стоит по миллион долларов. Поэтому это первое время, там, 6 месяцев, вот, вы можете прожить, но дальше, если вы все-таки решились остаться, лучше ехать в маленькие провинции или маленькие городки, где более доступно жилье. Хорошо. По программам, то, что первое, да, вот, что это программа, я сейчас просто буду share screen делать, и дальше мы посмотрим, дальше буду объяснять по этой программе. Вот эта программа как раз получается для тех людей, которые вот 3 марта была объявлена эта информация, и программа специально для украинцев, чтобы они, вы могли, да, граждане в Украину могли приехать, работать, учиться, если пожили люди тут, да, чтобы они могли приехать и жить до 3 лет максимум. А в протяжении, да, вот, в протяжении 3 лет, если вы приезжаете в Канаду, вас уже отсюда никто уже не отправляет никуда. Вы спокойно можете находиться в Канаде. Вот это как раз 3-го числа министр иммиграции Шоан Фрейзер объявил, и это программа, да, вот, for Ukrainians who want to come and study temporarily, we will create a Canada-Ukraine authorization for emergency travel. Окей? И потом дальше будут еще, опять, вопрос очень много, скорее всего, будут спрашивать, вот, как нам дальше, да, вот дальше, или как нам подать на беженство, пожалуйста, поймите, не знаю, как, да, вот, есть там разные информации, но в Канаде не создали программу беженства сейчас для украинцев. Сейчас только получается программа открытой рабочей визы. Почему? Потому что обычно, как работают беженцы? Беженцы обычно работают, когда, да, у вас нельзя вам возвращаться, навсегда в вашу родину. Возможно, что, да, вот через, там, месяц, через два, дай бог, чтобы все было нормально, в Канаде как раз дает возможности временно находиться тут. Окей? И как раз вот я еще вот, я буду поделиться своей информацией в анкете, вы, пожалуйста, посмотрите, если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, мы оставим. Мы каждый день находимся, сегодня тоже я с 9 утра работаю, вот это главная анкета, где вы получаете информацию и дальнейший код, куда получать. Эта виза-категория называется CUAET, Canada Ukrainian Authorization for Emergency Traveler. Окей? И тут есть возможность, где начать. Если вы украинские граждане, вы оттуда начинаете, а потом, если у вас член семьи, например, у меня вчера обратилась семья, там муж украинцы, украинец и жена русская, там, и жена украинка, там, муж турок, да, такую ситуацию тоже можно подавать. Есть разные разделы. Если вы за предел Канады или находитесь в Канаде, когда вы нажимаете тут, идет там, да, что за программа дает? Программа CUAET, Canada Ukrainian Authorization for Emergency Traveler, это программа бесплатная, вам не надо никаких сборов платить, ни визовые сборы, или, да, сборы для сдачи биометрикс, это опечатки пальцев, фотография. И виза будет действительно там максимум до трех лет, но тут, конечно, из Валид, он будет действительно там 10 лет, или пока ваш паспорт открывается. Ну, я имею в виду, заезд вы можете, да, там, но опять тут немножко непонятно, потому что если ситуация в Украине изменится, да, через два-три года это уже виза неактуальна. Ну, опять, мы ждем больше, скажем так, выяснения по этой пункте. Дает вам возможности, да, прилететь или улететь из Канады. Возможности вам подать на рабочий виза без оплаты сборов. Вы можете приехать в Канаду как гостевой визитер, если, например, родители у вас там 60-70 лет и нетрудоспособны, они могут приехать сюда по гостевой, но они могут находиться у Канады до трех лет. Дальше они могут приехать сюда и получить рабочий статус, рабочий виза. Если вы меньше 18 лет, вы можете подавать как студент и получить студенческий виз. Хорошо? Дальше. Вот если там есть случаи для вакцинированных, не вакцинированных, Канаду уже разрешают. Если вы не вакцинированы, то вы можете приехать, да, окей. Вы можете приехать, но вам придется, скажем, карантин тут. Окей? Вик, я коротко еще вам покажу, как выглядит этот портал. У меня просто стремится скриншот есть. И когда я вам сейчас покажу, там достаточно, если у вас хороший английский, тут сложности в этом нет, достаточно проще, и вы сами можете это делать. Извините, пожалуйста, секунду, я этот метод открыл. Александр, ребята, кто сейчас в Украине находится, кто находится в Польше или других странах? У нас есть чат, пишите, пожалуйста, в чате, ладно, если какие-то… Можете голосом тут… У нас не так много, но просто чтобы было все компактно. Вот там у меня пока ребята пишут, там кто-то в Грузии пишет. У меня пару таких моментов, которые тоже хотел бы, может быть, добавить, пояснить по поводу медицины. В Антарио правила такие, что нужно проработать 3 месяца, чтобы бесплатную медицину получать. То есть здесь для того, чтобы получить АХИП, обычно нужно иметь… нужно 3 месяца как минимум проработать. Если я что-то неправильно говорю, то поправляй меня, пожалуйста. А в Британской Колумбии, да, можно подавать сразу, но тоже занимает время оформления. Я не уверен, что получится с первого дня ее получить, но там медицинская страховка платная. В Британской Колумбии она стоит, по-моему, 70 с чем-то долларов на семью в месяц. То есть там не бесплатная, но… И плюс можно достаточно быстро ее получить, быстрее, может быть, чем в Антарио, но это будет небольшая какая-то сумма на семью. Да, там, по-моему, 75 долларов. Да, по-моему, 75 долларов. И как раз вот, ну опять, это в ближайшее время все вопросы по медицинской страховке будут решаться. Я сейчас вам покажу, как вообще инструкция про заполнение. Когда вы идете там, да, по программам, которые вот то, что я вам показал, страницу, если вы граждане в Украине, тогда вот вам нужно перейти на эту ссылку, потом, да, вот всей информацией мы это заполним. Я сделал еще мой коллега, тут Александр есть, мы с ним вместе сделали видео, и там больше 10 тысяч осмотров за два дня уже. Я вам потом эту ссылку тоже хочу сбросить. Там пошаговая инструкция, как можно это пройти. Но вот если вы еще не сделали, пожалуйста, вот первая страница, вы сначала делаете аккаунт на иммиграционный портал. Вот IRCC, это Immigration Refugees Citizenship Canada. Процесс полностью подачи документов, это онлайн. Вам не надо пойти в посольство, консульство, или посольство-консульство, или в визовое центре, чтобы подать документы. Это все онлайн процесс. Если у вас есть допуск компьютера, если у вас есть возможности сканить там, или даже в телефоне сканировать документы, вы можете это спокойно делать. Первый шаг – это делать вот портал. Да, по порталу вы создаете аккаунт ваш. И обязательно, пожалуйста, чтобы вы запомнили, очень много людей сначала создают, а потом забивают пароль. Пожалуйста, пишите пароль там, да, и чтобы вы не потеряли это. И когда создаете это, вы получаете на вашем личном имейл-код, который вам нужно будет подтвердить, а потом вы зайдете на этот портал. Вам также спрашиваются контактные данные, какой контактный данный там, да. Вот ваши контактные данные, а потом вы заходите обратно в этом портале. И следующий уже тут идет третья страница, где у вас как начать этот процесс. Да, вот как начать процесс. Тут первое получается. Review and click the application details. Вот application type. Start application. Вот для семей, когда вы делаете, да, вот тут получается первое, когда вы начинаете, вы спрашиваете, сколько у вас член семьи. Вы сразу можете тут добавить, например, мама, папа, там, да, еще двое детей. Вы сразу тут добавляете один ad member, если вы видите, да, тут есть такой ad member. Делаете там на себя, и создаете, а потом на супруги, а потом детей. Начинайте с вашего, да, continue тут. Когда вы нажимаете, она начинается анкета, где вы заполняете ваши личные данные. Дальше вот она спрашивает, что вы хотите подавать. Якщо вы планируете проработать, тогда нужно указать есть. Первое, да, вот вы подаете на программу, которая называется Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Вот это как раз Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Вот вы выбираете этот, и потом уже дальше показывает полностью информацию. Сначала вы заполняете для себя, а потом для супруги. Достаточно простой там анкета, и самый последний, когда вы полностью информацию про себя, по дату рождения, по ваше образование, ваш опыт работы указываете, на последней странице уже идет, да, документы загрузка, вот которые выглядят, например, самые последние. Вы загружаете в ваш документ, как раз вот тут есть. Документами должно быть не больше 2 мегабайтов, да, а потом вы пишете иммиграционный статус. Если у вас, например, да, находитесь в другой стране или ваша супруга, тогда вы добавляете этот документ тут. Национальный документ ваш, украинский паспорт. Если у вас возможности показать финансовое средство, вы показываете, да, с вашего банка, скриншот вашего банка, или справка с вашего банка. Сложно, конечно, сейчас, не у всех, например, да, центральная в Украине очень плохо, центральная в Украине, в Киеве вообще плохо, там все разрушено, и там даже нет возможности видеть людям банк, даже все, ничего не работает там. Если у вас есть доступ онлайн, то делайте скриншот. Но документов, запомните, пожалуйста, обязательно нужно переводить, к сожалению, на английском или на французском языке. Если у вас нет, запишите, пожалуйста, объяснительное письмо, которое можно, туда, документы можно загрузить. Хорошо? И еще один очень важный момент, когда вы заполняете, пожалуйста, если вы раньше подавали канадскую визу, у вас был отказ, обязательно укажите. Если вы подали на Шенген, или, да, или в Америку, пожалуйста, обязательно делайте, потому что Канада в Америке общая база данных. Биометрия, когда печатки палец тоже, Евросоюз, они все видят. Если вы там не указываете это правильно, тогда это получается миссерпрезентация, называется по законодательству Канады, и они вас откажут визу, и кроме этого вам еще они банируют вас на пять лет, вы уже не сможете там получить визу. Поэтому очень аккуратно, пожалуйста, все справедливо, правдой информацией, пожалуйста, то, что правильная информация, пожалуйста, указывайте. Хорошо? Тут получается, что достаточно простая вот анкета, последний вид, после того, как вы укажете ваши данные, там, да, ваши личные данные, образование, опыт, работа, следующий уже идет вот этот документ, где вы загружаете. То же самое, вы себя заполнили, а потом ваша супруга заполнили, а потом дети. Для детей спрашиваются фотографии. На фотографии размеры есть определенные размеры, когда вы нажимаете на фотографии, например, синий, он показывает вам размер фотографии, какие там нужны будут. Хорошо? Достаточно простой, мы и каждый день с утра 10-ти, в тарантовское время, я нахожу зум, Аркадий будет с вами делиться, и на видео будет делиться информацию, и я и еще сотрудники из моего Украины, из Канады, и мы все есть, чтобы помочь вам бесплатно все это делать, и потом мы можем еще соединить волонтерскую группу Канады, которая вам поможет. Хорошо? И сейчас пройдем, я вижу, что очень много тут заходится за предел. Аркадий, тогда мы можем пройти по вопросу и ответить. Да, Готэм, спасибо огромное, информация ценнейшая просто, и такая помощь большая, потому что многим, конечно, хотя казалось бы все упрощено, но многие не хотели бы сделать никакие ошибки, но вот вопрос есть по поводу биометрии, кстати, тоже большой вопрос, не везде ведь можно сдавать биометрию, не во всех странах, скажи, пожалуйста. К сожалению, в Украине нельзя сдавать биометрию, потому что компания, которые ВИАФЕСТ, это международные компании, они не хотят своих сотрудников оставить безопасной. К сожалению, в Украине сейчас нигде не безопасно, даже в Людске были, но там Львово, под Львово тоже была там ракета, поэтому, но, к сожалению, получится, вам нужно будут ехать в Польшу, Молдову, Румынию, страны Евросоюз. То есть, там везде есть биометрия? Там везде есть биометрия, можно там сдавать. Вообще, как процесс идет? Первый раз то слушают, вы, наверное, не понимаете, что значит биометрия. Сначала, я вам процесс объясню, как идет. Сначала вы подаете онлайн, Канада полностью процесс онлайн подачи в интернете вы подаете, визовые, а визовые анкеты вы заполняете и подаете. После того, как вы подали документы, вы получаете приглашение на сдачу, опечатки пальцев и фотографии. Это называется биометрия. Извини, пожалуйста, они пишут тебе, куда ехать, или ты сам выбираешь, куда ехать? Они выбирают уже, куда ехать, да? То есть заявитель сам выбирает? Заявитель сам выбирает, куда хочет давать. И не путайте, пожалуйста, биометрический паспорт. Биометрик тут канадские понятия, это просто вот, чтобы вы приехали, сдали ваши опечатки пальцев и они еще фотографии ваши возьмут. Это называется биометрикс requirement посольства. Хорошо? То куда? Вот пост вы сначала подаете документы, а потом вы получаете письмо сдачи опечатки пальцев, которое называется биометрия. Там будут указаны какие города, как странный город, где вы можете дать и там будет ссылка на веб-сайте, где вы можете бронировать. Например, к сожалению, сейчас в Польше в ближайшие две недели уже места нет. Да? И дальше будут немножко сложнее биометрия. Поэтому если будут возможности, пожалуйста, если вы решили уже регистрироваться, я в видео потом Аркаде дам эту информацию, можно сейчас бронировать. В дальнейшем не знаю, как будет, но сейчас, даже если вы не подали документы, некоторые люди ко мне обратились, они уже бронировали уже через два недели, через три недели, уже бронировали сдачу биометрии, это сдачу паспорта. После того, как вы подаете ВМК, когда вы уже сдали, визовый центр отправляет данные консульства, что вы уже закончили биометрию, тогда вы получаете решение получения визы или отказ. Сейчас что говорят, что физически наклейков визы уже нет, они вам просто по электронному письму дают это одноразовый в некоторых случаях такое получали, в некоторых случаях опять это все развивается, сейчас процесс не сильно не знаем, но если некоторых возможно может еще паспорт визы будут клеить или будут только электронные визы, которые когда вы прилет вы показываете например из Польши вы показываете электронные визы. Как для граждан Евросоюза. Да, как для граждан Евросоюза электронные визы. При перелете вам Называется lotparmic Если вы подали рабочие разрешения вам дают lotparmic Если вы подали на студенческие вам дают студенческие Если вы подали на старик тогда вам дают на visitor если на родителей Готом извини, нужно ли медицину сдавать? Вообще медицину не сдавать Если нужна медицина вообще отменили медицину вы можете сдавать если они считают нужны вам нужно будет Канаду уже сдавать То есть они здесь дадут уже к какому врачу идти сдавать медкомиссию? Да, они могут выбирать по месту проживания, где вы живете, можете просто уже там дать. Но без медкомиссии в оргпермите должны, наверное, быть какие-то ограничения, что не во всех сферах можно работать. Сейчас уже кроме охраны здоровья, там остались все, можно без медкомиссии работать. И, наверное, детей тоже. Детей, да. Да, то есть те, кто не сдает медкомиссию, нельзя работать с здравоохранением, нельзя работать с детьми. С детьми, да. Окей, ясно. Готам, спасибо большое. Но еще был такой вопрос, могут ли подавать партнеры нерасписанные? Да, это называется гражданский брак или common law, называется, у вас должно быть подтверждение. Да, извини, пожалуйста, я имею в виду, если они из разных стран, например, там Молдаванка и Украинец, могут нерасписанные подавать. Понимаете, даже если они расписаны, но у вас должно быть подтверждение. Подтверждение о том, что, да, подтверждение о том, что у вас, вы живете в одном квартире, договор квартиры, что прописан вы и ваша гражданская супруга, да, это обязательно. Или общая счета, банковский счет, должно быть подтверждение, что вы действительно вместе живете. Если у вас нет документов, которые подтверждают, например, что вы вместе проживаете, или прописка там, да, договор может, возможно, нет, но прописка, если у вас есть. Есть банковский счет, что вы вместе у вас есть, да, вот один счет, где вы, совместный счет, вот это очень важно тоже. Но опять обязательно нужно подтверждение, что вы вместе жили и живете. Вопрос по свидетельству о браке без апостиля, но я думаю, что… Апостиль тут уже не нужен, в лучшем случае, конечно, делайте, да, если есть возможности с нотариусом, делайте переводы, заверят нотариусом. Нотариусом, да, если нет, тогда просто делайте, скажем так, официальным переводом. Если даже и это нет, к сожалению, тогда пишите объяснительное письмо там, что у вас сейчас вы находитесь в военной зоне, и у вас нет возможности выходить, и все закрыто, и, к сожалению, не получится предоставить перевод. Хорошо, они дадут, может, вам дополнительное время, да, где-то если, чтобы потом вы могли предоставить, но обязательно все иностранные документы должны быть на английском. Да, если у вас, Виталий, тут вопрос, да, если у вас нету, да, возможности вообще, тогда можно себя там, вы сами можете переводить и подписать себя, но на самом деле там официально всегда документы должны переводить третьи лица, которые являются… Дипломированные. Да, регистрированные или, да, official translator. Вот это важно, да. Ясно. Ну, давайте еще какие-то вопросы. Ну, Виталий, по-моему, мы разобрались, да, как раз про вас и… Виталий еще вопрос спрашивает. Биометрия Шенген, к сожалению, не подходит, Виталий, должен быть биометрия канадской, вы должны дать опечатки пальцев в канадский центр, а то, что вы дали, уже раньше не подходит, к сожалению, да. Ясно. Ну, я не знаю, судя по всему, вопросов-то и нет больше, как-то все… Всем все понятно вроде бы на данном этапе. Тут еще, знаете, вот вопрос, да, что очень много, скорее всего, я тут вижу, Виталий, гражданин России, гражданка Украины, брак в Украине, находимся в Брюции, реально вас. Понимаете, почему тут дают эта программа? Сейчас эта программа для тех людей, которые находились во время войны в Украине, и за войну сейчас, и за войну они… у них нет некуда возвращаться. Понимаете, если вы проживаете, да, если вы в Грузии из-за войны поехали, тогда можно… Виталий, вам удобно сейчас общаться? То есть, Готэм, ты хочешь сказать, что если люди сейчас не в положении emergency, то для них не подходит эта виза? Это только для тех людей. Например, да, вот Виталий сейчас… Виталий, давайте мы с вами поговорим, Виталий, если отключите микрофон. Например, у меня был сегодня случай, да… Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, да. Одну минуту, Виталий. У меня была, вот сегодня была девушка там, она украинка, но она живет уже два года в Турсии. Замужем, да. Но у нее есть, она уже легальная, у нее видно жительство, у нее нет угрозы, да, вот проблемы из-за войны сейчас, потому что она замужем, она там живет. В этом случае немножко, да, вот. Но если у нее какие-то проблемы, там, Турсия, она не может больше жить, тогда дальше уже может быть проблемы. Например, еще одна ситуация, был мужчина, он говорит, да, у него украинский и румынский гражданство. Ну, он же в Румынию может поехать, да, если преимущество будет для тех людей, да, у кого некуда возвращаться, там, получается. Извини, а если кто-то уже нападал на статус беженца в какой-то стране, то как это выглядит? Ну, я не знаю, возможно, кто-то уже успел, например, выехать, там, в Испанию или куда-то еще. Все страны, Евросоюз, то же самое, сейчас они не дают беженству, они все дают короткосрочные, там, да, рабочие визы, там, 2-3 года с правом продления, но пока вопросов беженства пока нет. Знаете, вот как вообще беженство работает? Беженство работает немножко по-другому. Беженство, люди, которые, да, из-за войны там, они должны находиться в третьих странах, а потом они получают документ, который называется refugee status из объединенных наций. Когда вы получаете эти документы, тогда вы уже начинаете процесс подачи документов беженства, да, а пока война идет, и через, дай бог, чтобы через месяц, через два закончится, вы можете возвращаться. Поэтому, если вы даже сейчас подаете на беженство, а потом через 3-4 месяца закончится войну, вам откажет уже беженство. Поэтому это неправильно. Делайте сейчас по этой всей экстренной визе, которую дают Евросоюз, Канаду дают, и, соответственно, потом, если решитесь, у вас будут легальные возможности официально подать на эмиграции, например, Канаду по федеральной программе или по франциальной программе. Виталий, вопрос, пожалуйста. Да, вы как раз... Да, просто я хотел про свою ситуацию рассказать, может быть, как-то можно будет понять вообще, есть смысл или нет. Смотрите, как у меня жена прописана в Киеве. Я сам приехал в Киев, причем прямо перед самым началом всей этой истории, как бы, и, в принципе, хотел там остаться. Но какого-то подтверждения, что я в Киеве остаться хотел, нету. Понимаете, в чем дело? У нее прописка в Киеве. Вот. Мы после этого, ну, в силу того, что мы еще ничего не знали, поехали в Россию, ну, с родителями познакомить и так далее. У нас же брак только-только заключили, вот. И как только все это началось, мы просто в силу того, что не можем по политическим мотивам оставаться в России, мы уехали сначала в Эмират, а потом в Грузию. И вот эта программа сейчас есть. И, в принципе, как бы... А, еще важный момент. Я не знаю, стоит ли говорить, но все-таки мы не в визовом центре. Жена еще и плюс ко всему беременна оказалась. Вот. И, естественно, нам в Украину ехать сейчас мы не можем. В Россию ехать мы тоже не можем, ну, больше по морально-этическому аспекту, потому что мы это все не поддерживаем. Ну, знаете, да, Виталий, поздравляю. Это, да, не, конечно, сложное время, но все-таки, знаете, вот это очень большой событий в жизни. Ну, это тоже хорошо то, что она беременна сейчас. Почему? Потому что все-таки, да, вот если у вас нет возможности показать документы в гражданский брак, у вас есть ребенок. У нас свидетельство о браке украинское. Это же можно перейти в Натарюс. Ага, я думал, в гражданском браке. Это другой вопрос. Это другой, да. Если вы уже женат на украинке и у вас возможности поехать в Россию нету, да, вы действительно можете подавать. И обязательно нужно вам объяснить это все. Там есть еще, да, additional documents, додатковые документы, дополнительные документы. Вам нужно объяснить вашу ситуацию, что вы оставили в Россию, приехали в Украину, вышли, да, поженились на украинке. И, к сожалению, сейчас это событие, да, безопасно там. Вы в Россию не можете из-за моральной, из-за этической ситуации, вы не можете. Это не безопасно даже вашей супруге, которая сейчас беременна. У вас есть документы, да. Вот это все документы, попробуйте, пожалуйста, перевести и подать этот документ. Хорошо? Да, и просто я даже еще, плюс, как бы вопрос в том, что смотрите еще, в чем ситуация. В принципе, сейчас, если даже, предположим, забыть про этот момент моральный и поехать в Россию, то ее же могут не пустить на границе. Как бы это тоже такое может быть. И вот, и можем оказаться в такой ситуации, что и в Канаду не дадут, и в Россию не можем поехать. Сейчас же не очень хорошо пускают украинцев в Россию тоже, насколько я знаю. Смотрите, Виталий, от меня немножко подавать надо, да. Ни Котом, ни я, никто, мы решения по вашей визе, к сожалению, не примем. Будет зависеть от того, насколько вы все адекватно объясните. Как бы ситуация звучит, что вы, по мнению миграционного консультанта, что вы подходите под эту программу. Но это, ну, как бы вам никто на сто процентов не скажет, пока вы не подадите документы и не получите решение. Но, Виталий, это у вас нормальная ситуация, к сожалению, да, вот очень много семей сейчас у меня, скажем так, жена у меня родилась в Украине, у нее мама тоже родилась в Украине, но сама русская говоришь, русская. Да, вот таких браков очень много есть, поэтому, да, но реальная ситуация у вас, я думаю, что вы можете подавать. Ну, Год, посмотри, пожалуйста, еще там пару вопросов есть из чата. Вот спрашивают, есть ли справка о выздоровлении с коронавируса получена в Чехии на 180 дней? Вот тут вопрос про ПЦР-тест. Что вообще, ну, вообще по прививкам, какие требования для тех, кто едет по этой программе? Потому что там же тоже есть изменения. Да, вот, ну, вам нужно будет, опять, в ближайшее время будет, но то, что знаем, если вы вакцинированы, не требуется вам тест, но могут вам делать, да, вот там, я, опять, я вам позже отправлю эту информацию, но отменили вообще сейчас, если вы уже вакцинированы, да, отменили уже требования ПЦР-тест, но там… С 1 апреля. Или 3 апреля, с 1 апреля. Да, вот с 1 апреля отменили, но если… Ну, это сегодня какое число уже? Ну, уже скоро, да, уже как раз. Вот, ясно. Значит, дальше вопрос. Вот если оба муж и жена украинцы, но в гражданском браке, им нужно одну заявку делать или две разные заявки на визу? Если у вас есть подтверждение, что вы гражданский браке… Ну, подтверждение тяжело, наверное, да, расстроено. Если тяжело, тогда делайте, пожалуйста. Две разные, да, окей. Две разные отдельно. Да, вот обязательно, да, прописка, договор, банковский шитар, где-то если… Но сложно, конечно, вот, знаете, вот тут Канады всегда, вот если мы жилье снимаем, то тут есть, и в банке можно совместный счет создать, чтобы показать, что, да, вот это common land называется тут. В Канаде прописка – это все, здесь все зависит от адреса. Звук пропал, Аркадий, да. Сейчас не слышно? Не слышно меня? О, ничего себе. Не знаю, почему. А вы, Аркадий, слышите, ребята, кто-то? Виталий, слышите, Аркадий? Я всех слышу. Да, сейчас слышно, нормально. А, окей, окей, хорошо. Ладно, да, я говорю, что в Канаде адрес, прописка – это все, здесь все зависит от адреса. Вот, вопрос еще, Мария спрашивает, в течение этих трех лет или после этих трех лет, как можно подать на ПМЖ? Ну, может быть, в двух словах, не по всем программам, Готэм как-то. Готэм? Так, теперь у меня зависла картинка с Готэмом. Меня слышно? Мне никого не слышно. Так, а меня слышно всем? Давайте разберемся с технической частью. Меня слышно. А у Готэма у всех замерла картинка или нет? Или Готэма видно всем? Оп, да, он вообще отключился. Так, Готэма не слышно. Но сейчас я надеюсь, что он подключится опять. Видимо, что-то с интернетом. Так, ну, смотрите, Мария, давайте про ваш вопрос на постоянное место жительства. Я просто знаю, что вам Готэм ответит, что для вас все те же программы. Никакой специальной программы подачи на ПМЖ нет. То есть точно так же либо провинциальные программы, либо федеральные. Их много. Не знаю, там около 80 или что-то такое. Поэтому здесь он вам ничего нового не скажет, к сожалению. Я хоть и прочитал ваш вопрос, но все условия точно такие же. Так, ну что, подождем Готэма еще пару минут. Так, Готэм подсоединяется. Да. Нет звука. Включи звук, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Тут с интернетом, наверное, подключилось. Сын тут бегал, у меня он здоровый. Бегали, наверное, что-то тут. Я думал, это у вас в вашей Кремниевой долине канадской сервера не выдержали. Слишком много майнят биткоинов. Понятно, да. Вам не обязательно ждать три года. Если вы под... Вот у нас в Канаде есть федеральные программы иммиграции. Потом, если вы уже в Канаде, у вас есть год опыт работы, тогда вы подаете по иммиграционной категории, которая называется Canadian Experience Class. Если у вас есть уже работодатель, который может вам помочь трудоустройству и предоставит вам провинциальные номинации, это дает вам 600 баллов. И вы можете подавать по провинциальной программе. Вообще, Канада, программа иммиграции, да, чтобы вы понимали, это балловая система, которая называется Express Entry. Вы получаете баллов для возраста, для образования, опыт работы, знания английского языка. Если у вас есть тут еще родственники, да, это их брат и сестра, родные, если есть, вы получаете дополнительные 15 баллов. И если у вас есть контракт с работодателями, опять, это LMA Validated Job Offer, определенно вы получаете дополнительные 50 баллов. Если у вас есть провинциальные номинации, тогда вы получаете 600 баллов. Если у вас там, да, возраст там 30 лет, английский хороший, вообще нету проблем иммиграть в Канаду. И дальше можно еще, да, вот если опять, если у вас плохой английский, в Канаду очень требуется, да, вот skill-criture у нас называется. Это рабочие там сварщики, строители, да, домойщики очень нужны, и вас возьмут очень хорошо, если вы сдаете, да, у вас есть опыт работы, и вы можете работать, то, конечно, работодатели даже вам потом помогут на этой провинциальной номинации. И учеба, тут вопрос, можно посмотреть учебу, программу которой необязательно. Мария, а что вы имеете в виду, Мария? Вам удобно? Готэм, это я написал, да, у Марии нет аттестата, она спрашивает, можно ли поступить в колледж. Но некоторые колледжи, некоторые программы можно без аттестата. Можно, мы с Аркадием работали тоже в государственном вузе, у нас все понятно. Вы можете там в дипломный программу поступать или сертификат. Некоторые программы, да, если у вас нет, например, диплома, окончания бакаларии, если нет, если у вас опыт работы, то могут тоже, можете тоже поступать. Опять, с образованием не проблема. Так, давайте, есть еще вопросы какие-то? Давайте голосом, может быть, кто не стесняется. Да. Да, у меня есть вопрос, можно там от Лени до вопроса. Вот, я там в чате написал, смотрите, такая ситуация, например, я вот живу там с гражданской женой, там уже три года. Нам, вот, например, лучше подавать, я так понимаю, заявки по отдельности. И как лучше, то есть нам, например, расписаться сейчас лучше и уже подаваться как одна семья. Или лучше, ну, там, не делать лишних шагов и подаваться по отдельности. Ленин, если у вас, да, у вас есть какие-то документы, которые подтверждают ваш гражданский брак? Документы по аренде квартиры или общий счет, правильно? Документы аренды, как давно, и прописка ваша, да, где вы прописаны. Лучше, конечно, да, если все-таки решили, что это ваша супруга и вы... Да. ...возные отношения, тогда расписывайтесь. Эти проблем нет. Но опять, я не знаю, где вы сейчас находитесь. В каком городе, Виталий? В стране, в Украине находимся. В каком городе я мы веду? На Западной Украине, Львов. Львов, хорошо, нормально, да. Но если возможно, пожалуйста, быстро расписывайтесь и можно будет... У нас, к сожалению, проблема в том, что мы там жили как студенты в начале, у нас нет там общего счета, там, прописки, то есть таких нюансов. Вот, у нас там... Расписывайтесь, если можно. У меня офис Львова есть, Оксана моя сотрудница в Львове, если что, я могу... А можно там контакты как-то сбросить, да, чтобы мы тоже с ней сконтактировались. Я перешлю всем информацию, ладно? И записи видео будет под видео. Да, вы можете написать ваш номер Аркадий, он мне передаст, хорошо? Хорошо, да, конечно. Да, у всех мой имейл есть, поэтому... Если можно, еще раз продублируйте потом в чат, хорошо, потому что у меня, к сожалению... Я вам отправлю имейл после вебинара. Хорошо, отлично, отлично. Либо сегодня, либо завтра. Да, вы даже можете меня гуглить там или в YouTube, там мы как раз видео сделали, или там как раз вы найдете свою информацию тоже. Но если будет ссылочка, я тогда перешлю, ладно, людям тоже это. Да, хорошо. Я могу сразу даже вот показать, вот мы как раз делали это видео, там еще один коллега у меня, Саша, мы сделали, и как раз вот там полностью расписано, вот полностью информация расписана там, как создать аккаунт, с счетом, как создать, а потом, да, если вам дополнительные какие-то документы нужно отправить. И это в Zoom-чат, ссылка наша в Zoom-чат. Мы каждый день находимся с утра 11, сегодня в воскресенье, мы вышли, все равно с 9 утра я до 2 там был, пока Аркадий не напомнил меня. Мы находились там, и там, кроме этого, наша компания, мы с Аркадьей давно работаем, да, я начал свою деятельность здесь в Украине, я начал мою компанию вообще первый, да, в 2000 году, когда я учился еще в Венеции, и мой первый офис был в городе Венеции. Поэтому, да, моей стороне, чтобы помочь своих украинских друзей, семье и граждане, мы даем 50 тысяч долларов стипендия. Но опять, это общая сумма, опять, это мои карманы, это государство не дает, для тех, кто хочет поступать, потому что есть очень много детей, да, 17-18 лет, но с ее жизнью можно успеть работать, но, да, образование очень важно, тем более, если они хотят потом остаться в Канаду, что мы пытаемся делать? Мы пытаемся сейчас, да, связываться через правительство, поменять стоимость обучения, понижать стоимость обучения из 17-18 тысяч на канадской, там 5-6 тысяч, да, это первое. Второе, мы работаем с очень много колледжем, да, в еще учебные заведения в колледже, и там у них программа есть для основного, ну, для undergraduate, послешкольный, 2-годичный диплома программ, 3-годичный адванс диплома программ, 4-годичный, то мы даем, например, стоимость обучения в год, там, около 5-6, то мы в своих карманах будем давать где-то 2,5 тысячи долларов, там, если нужна, я, да, может, мы увеличиваем еще позже, но пока опять все хотят уработать, но опять, если нормальные родители понимают, что работать все всегда можно, но надо образование получить, поэтому если есть люди, которые хотят, там, да, ребенку 17 лет, 18 лет, нужно поступить в колледж, там, на образование, то тогда мы с моей стороны готовы помочь дальше. Хорошо? Ну, мы связаны с Аркадией, пожалуйста, мы рады, мы очень много, мы последние 2-3 дня работали очень долго, я и Саша, и моя команда, все полностью мы работали, и, ну, наверное, где-то человек пообщались, наверное, где-то 300-400 человек мы уже пообщались за последние 3 дня. Хорошо? Давайте еще вопросы, может быть, чтобы мы бы закруглялись, потому что запись долго смотреть не будут, тема очень важная. Давайте, что еще есть какие-то? Готэм, может быть, еще что-то добавить? Хорошо, а вот еще вопрос, друзья, касательно этого высказания. Что-либо? Друзья, там насчет спросили вопросов, вот насчет, например, в Европу, да, люди выезжают, и вот, например, если у меня там, ну, там, жена, например, да, она выезжает в Европу, она там пересекает границу, и вдруг ее там могут заставить вот на границе, вы знаете, Украина без виз с Европой, да, и ее должны просто пропускать. Но вдруг ее заставят взять, например, временное убежище, то есть, чтобы просто даже пройти до конца. Никто не представляет, даже нет временной убежищи, такой понятия нет. Леонид, там достаточно очень спокойно, она выезжает, если есть... Она выезжает в Будапешт, например, и сдает там... Или она там собирает там дом, или квартиры, или гостиницы, и никто ей не будет мешать. Ей даже не обязательно туда поехать. А где она сейчас находится? Ну, она со мной находится во Львове, и мы, как бы, вот, изучаем информацию, ей либо в Варшаву ехать сдавать, либо в Будапешт, так понимаю, ехать. Ну, конечно, что можно... Это поэтапно делать можно, Лены. Сначала подавать документы, а потом, когда вы получаете в Евметрии, где вы там посмотрите на веб-сайт вот этот визовый отдел, можно посмотреть там, где есть свободный, и там бронируете, а потом тогда можно планировать. Отлично, спасибо. Хорошо. Вот еще по поводу стоимости, я просто хочу добавить. Готэм сказал, что некоторые университеты подтвердили по поводу бесплатного обучения и так далее. На самом деле, наверное, речь больше все-таки для тех, кто уже начал учиться, да. Для новых студентов только одно видел я объявление, это в колледже Ванкуверский институт Media Arts. Если кому-то интересно, я могу дать ссылочку, там они предлагают на весенний набор 25 мест бесплатно для украинцев. Если кого интересуют программы 3D, там анимация 2D и так далее, вот это все график дизайн, я могу дать ссылочку. А по университету Альберта, университет Британской Колумбии, там речь, наверное, все-таки о тех, кто уже начал учиться студентов. Но будем надеяться, что будут еще стипендии, будут какие-то послабления. Ждем ответы от наших колледжей. Понятно. Мария, тут еще вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли сразу будут при приезде открыть счет в банк? Да, Мария, конечно. Вы когда приезжаете, вы получаете номер социального страхования, это 7-намбер, и вы можете пойти в банк и открыть счет. Вопрос можешь еще один задать вам? Да, конечно. И еще один, Антон, тут можно ли приехать по студенческому? У меня уже есть студенческий виза в Канадский колледж, но не поехал из-за пандемии. Могу ли приехать по этой визе в Канаду и поступить? Конечно, да. Антон, с удовольствием, пожалуйста, обращайтесь к нам и постараемся вам дать стипендии. Вы будете поступать в связи с этой ситуацией. И опять, то, что я вам говорил, очень много сейчас в УЗе и сейчас ведет разговор с правительством, возможно, там отмены или понижение стоимости обучения. Пока, конечно, это все процессы. Но это канадская виза ваша, вот сейчас у вас есть уже новые категории, вы можете подавать к этой новой категории и приехать. Потому что ваша студенческая виза уже, скажем так, уже где-то прошло уже два года, правильно? Поэтому вы сейчас подаете новую визу, приезжайте сюда и потом, если вы хотите поступить, тогда можно тут поменять на студенческий, на этой категории Кует виза, на студенческий виза. Для граждан Украины, которые пострадали из этой войны, мы это все будем бесплатно делать. Так что, если хотите, обращайтесь позже к Аркадию со мной и мы это сделаем. Готэм, скажи, пожалуйста, то есть они могут приехать, но на студенческую подавать надо внутри Канады. Внутри Канады, конечно. А на рабочую за пределами Канады. Да, но я имею в виду, вопрос сейчас, почему я советую, вы приезжайте по рабочей визе, а потом мы поменяем, потому что, первое, у вас есть возможности тут немножко поработать. Потом, второе, пока выяснится вопрос по стоимости обучения. Например, если Антон сейчас решится поступать, мы сейчас подаем документы, мы получаем письмо зачисления, а с него возьмут деньги, как обычные иностранные студенты, там 8 тысяч долларов, по семистр, правильно? Но, мне кажется, да, может лучше подождать еще месяца два, приехать к этой программе, а потом, когда будут выясниться по стоимости обучения, куда, как, не спеша это делать, потом уже поменяйте сейчас на рабочую визу, вот этот, Canadian Emergency Visa на студенческую визу внутри страны. Ну, давайте еще пару вопросов, будем закругляться. Вы знаете, вопрос по поводу заполнения анкеты, можно сейчас задать, или лучше как-то обратиться к вам, например, в автомобиль, есть ли? Да, вот завтра, пожалуйста, на ссылке, мы с утра, вот у нас, я вам сейчас попробую, отправьте мне, пожалуйста, сообщение, если можно, я просто свой телефон оставлю, вы мне отправьте сообщение на Viber, я вас подключу с моим сотрудником, и они вам поможут с оформлением анкеты. Хорошо? Это мой телефон, и напишите, я вас соединю с Анной или с Оксаной моего украинского офиса. Ну что, спасибо огромное, тогда всем спасибо, кто присоединился к сегодняшнему вебинару, надеюсь, что информация была полезной и интересной. Вот, Готэм, вам удачи и сил с тем, чтобы всем желающим помочь, и это, конечно, просто бесценно, вот от меня лично очень благодарю за это, вот, но, ребята, те, кто из Украины планирует выехать, я, конечно, вам желаю это сделать в ближайшее время, и всем желаю мирного неба, чтобы все было в порядке, чтобы ваши родные были в безопасности, это очень важно, поэтому, если сейчас есть возможность позаботиться о себе, позаботиться о своей семье, наверное, это все-таки правильное время, правильное решение, поэтому со своей стороны мы чем можем, поможем, вот, и всем тогда желаю удачи, успеха, всего доброго. Удачи и слава Украине, героям слава. Всего доброго. Да, пока. Все, достань.